Вы готовы к приключениям? Ес, сэр! Вы готовы к опасностям? Да, сэр! Вы готовы умереть за родину? Повторите, что вы сказали. Здравствуйте, это Полный абзац, и сегодня мы отправляемся за приключениями. Нас ждут три книги, каждая из которых, она пропитана духом приключений, она рассказывает о приключениях, и каждая выпадает в обзорах приключенческой литературы. Поэтому далее вовсе не сборная солянка, а колерованная приключенческая литература. Сама Агата Кристи так рекомендовала эту книгу своим поклонникам, своим читателям. Этот сборник рождественских угощений можно назвать выбором шеф-повара, где шеф – это я. Эркуль Пиаро – подлинный гений своего дела, поэтому его постоянно привлекают к своим расследованиям высшие круги власти. Теперь маленькому бельгийцу предстоит изобличить некую аферистку, похитившую известный на весь мир рубин у восточного принца, находящегося с визитом в Лондоне. Ох, какая книжка! Следы ведут благородное поместье Кингса Лейси. Сейчас все его домочадцы и их друзья собрались там, чтобы отметить Рождество и отведать традиционный английский рождественский пудинг – подлинное украшение праздничного стола. Пуаро едет туда в качестве гостя, но он еще не подозревает, что ему придется столкнуться с одним из самых необычных дел своей практики, и что особую роль в этом деле сыграет именно рождественский пудинг. Читать роман Кристи – ну, словно вгрызаться в спелое яблоко. Чистейшее, хрустящее, абсолютное удовлетворение. Агата Кристи – самый публикуемый автор всех времен, всех народов после Шекспира. Тиражи ее книг уступают только тиражам его произведений и Библии. Мире продано больше миллиарда книг Кристи на английском языке и столько же на других языках. Она автор 80 детективных романов и сборников рассказов, 20 пьес, двух книг воспоминаний и шести психологических романов, написанных, правда, под псевдонимом Мэри Вестмаккет. Ее персонажи Эркуль Пиаро и Мисс Марпл навсегда стали образцовыми героями остросюжетного жанра. Что же касается книги «Приключения рождественского пудинга», то, открывая этот сборник, я почему-то думала, что он целиком посвящен Рождеству. Но не тут-то было. Правда, кроме заглавного рассказа, очень, кстати, доброго, есть еще и предисловие автора, где сама Кристи вспоминает праздники собственного детства. Вот те самые. В большом английском доме, с елью, с подарками, с пудингом. Уютных британских убийств только там не было, но их Агата Кристи уже придумала сама, когда повзрослела. Итак, сборник состоит из шести рассказов, каждый из которых интересен по-своему. И кровища хлещет, и головы летят, и Пуаро, как всегда, молодец. Он выходит победителем вне зависимости от того, с чьими серыми клеточками ему предстоит тягаться. Постойте, только ли Пуаро? А вот и нет. Лично я очень удивилась, когда после пяти историй с бельгийским гением главной роли наткнулась на мисс Марпл. Милая, милая, милая старушка, она тоже внесла свою лепту в раскрываемость преступлений на родине Шекспира. Итак, сборник не особо оправдал мои ожидания относительно рождественского настроения, такой атмосферы, поскольку на большей части его страниц светило вполне себе летнее солнце. Но! Было куда как весело опять не угадать никого из преступников. Там, где это составляло загадку, конечно. Люблю. Люблю леди Агату вот именно за это. На протяжении тысячелетий люди вели охоту на китов, а киты на людей. Эта бесконечная война развивала мир китов. Она прождала новые научные и технические открытия. Версавия из расы китов юна охотница с прославленного подводного судна Александра. Она верит пророчеству, что отомстит тем, кто убил ее семью. Однажды Версавия и ее капитан находят среди обломков разбитого корабля выжившего человека. Этот человек сжимает в руке необычную монету с инициалами Т и В. Что, если экипажу Александры предназначено отправиться на поиски легендарного монстра, зловещего Тоби Вика? Отсылка к Моби Дику не засчитана. И безжалостно уничтожающего китов. Чтобы преследовать самого дьявола, нужно быть отчаянным смельчаком. Для экипажа Александры это вызов. Полное приключение книга, попавшая в обзор полного абзаца, это и «Небо нам был океан», который написал Патрик Несс. В этой истории мир буквально перевернулся. Речь звучит от лица китов, для которых океан – земля, а суша – бездна, как вода для нас. Вот только небом им все же является не океан, а его дно, что возвращает нас с небес на землю. Что ж такое? Ну никак не получается сказать именно как-то по-водному. А как в привычной намо-вселенной люди охотятся на китов, так и здесь они продолжают творить жесточайшее дело. Но сталкиваются с оставляющей им конкуренцию противниками. Млекопитающие с такой же злостью истребляют человечество. Ну, для чего? Чтобы сохранить себе жизнь и отомстить за убитых предков. И тут человек с черной меткой. И тут бы и задуматься существам, о чем им хотят сказать. Что донести? Просто затянуть в ловушку? Ну зачем? Что ведет Тоби Вика? Зачем следует это неведомое, устрашающее мир людей и китов создание? Вот такой большой знак вопроса. Быть может, все происходящее бессмысленно жестоко, просто бессмысленно? По скриптам. Иллюстрации о произведении атмосферно шикарны. Ну, а сюжет несколько странен. Ну, вот скажите мне, пожалуйста, откуда, например, у китов, являющихся в этом произведении обычными представителями своего рода, единственное, что отличает их от реальных морских млекопитающих, ну, здесь они умеют разговаривать. Так понятнее будет. Вот откуда у них свои лучшие хирурги? Книжные хроники «Анимант Крамб». Лин Рина я оставила на закуску. Так, Англия, 1890 год, эпоха, в которой женщине из высшего общества не гоже добиваться успеха наравне с мужчинами. Тугие корсеты, балы, инкера, ой, это другой год, светские беседы, вот все прелести девичьей жизни. Но юная «Анимант» обожает читать. На страницах книг она путешествует по свету, она сочиняет мелодии, развязывает войны, в общем, делает все то, чего была лишена из-за дурацких стереотипов. Однако у «Анимант» появляется отличный шанс проявить себя. Месяц в Лондоне, где ее ждет мистер Рид, язвительный молодой человек, который ищет себе помощницу, скажем так. «Анимант» предстоит столкнуться со сложными задачами, узнать, какие тайны скрываются за дверями огромной-огромной библиотеки, и наверняка здесь девушка встретит любовь, о которой прежде знала лишь понаслышке. Это так неожиданно. Вот только стоит ли ей прислушаться к собственному сердцу, чтобы не совершить непоправимую ошибку? Ну что вам сказать за книжные хроники? Для поклонников романов Джейн Остин и Шарлотты Бранте, вот буквально обязательно к прочтению. Книга погрузит вас в атмосферу Англии конца XIX века и подарит возможность познакомиться с культурой того времени. Роман, к слову, был удостоен немецкой литературной премии «Шкуц» и занял первое место в списке лучших исторических книг. А также в 2018 году он получил премию «Лава ли букс». Когда только я начинала читать эту книгу, то верила, что мне в руки попала почему-то немецкая магическая фэнтези. Однако тщетно я пыталась найти магию и фэнтези на страницах этого произведения. Здесь их просто нет. Это довольно простой, стилизированный под викторианский роман произведение. И, честно говоря, я так и не поняла, понравилась мне эта книга или нет, потому что главная героиня, вот она очень сильно меня бесит. Ждет себя у полочек с книгами брата, а когда он появляется рядом, то она испуганно поднимает глаза. Или все время почему-то чему-то изумляется, даже тем моментом, который заведомо ожидает. Ну или очень переживает за подругу, за подругу, которая поздним вечером сама отправилась домой. Одна денешенька, без сопровождения, в то время как сама буквально накануне шлепала заполночь по улицам Лондона. Излишнее любопытство аниманта не вызывало особого восторга, да и такое, знаете, хомовито огрызающееся поведение, вот оно тоже не радует. Уж слишком избалована девица для приличной девушки викторианской эпохи. А финальная сцена также слишком неправдоподобна. Девушка из приличной семьи падает в объятия и тонет в поцелуе, вот прямо посреди улицы, не заботясь уже о репутации. Ну как бы, Ленрина, а слово логика вам о чем-то говорит? Это полный абзац, друзья, из-за отсутствия логики, из-за изумления по поводу нет. Книжные хроники аниман Крамб Лин Арина я ставлю на третье место. Хотя для кисейных барышень упавший вверх тоже приключение. И небом нам был океан Патрика Несса мне не зашел по той причине, что слишком притянуто за уши. Или за хвост. Оказалось китовое сообщество. Ну что касается приключений, вот они the best. Приключения рождественского пудинга Агаты Кристи смело рекомендую. Вот ведь удивительный феномен, друзья. Кто бы ни брался переводить книги Агаты Кристи, эти книги всегда читаются одинаково классно. Это полный абзац. Подписывайтесь на нас в социальных сетях. И были бы последние 90, а приключения на них всегда найдутся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова